Проект формирования комфортной городской среды реализуется не только в региональной столице, но и в районах Тверской области. Однако, несмотря на то, что программа считается приоритетной, качество выполненных работ порой оставляет желать лучшего. Житель города Старицы обратился в нашу редакцию с просьбой помочь разобраться в ситуации, сложившейся по улице Первомайская, дом 16. Подробности у нашего корреспондента. Это видео прислал нам житель города Старицы Николай Алексеев. Дорога у дома номер 16 по улице Первомайская отремонтирована в рамках проекта формирования комфортной городской среды. И, по мнению горожанина, сделана с явными техническими нарушениями. Из-за чего теперь в дождливую погоду вода стекает со всей округи прямо в подвал дома номер 16 и затопляет его. Усугубляет проблему и отсутствие ливневой канализации и водостоков с крышей МКД. Из-за чего воды становится еще больше. О том, что с наступлением сезона дождей ситуация еще более плачевна, наверное, говорить не стоит. Жильцы дома страдают от этого уже целый год. Однако обращение в управляющую компанию, в администрацию города и другие инстанции результатов не дали. ВОЗ и ныне там. Обращались в управляющую компанию. Они сказали, что отмостку соединят асфальт с фундаментом, чтобы не текло. Только лишь на следующий год. А про крышу, то, что отсутствие ливневой канализации и стекл воды в подвал дома, получается, это уже госжиминспекция ответила практически так, что это чуть ли не законопроект. Но документация предусмотрена. А в администрацию города Старицы вы обращались с этим вопросом? Да, совершенно верно. Тоже и туда мы обращались, и тоже бесполезно. Объективности ради мы решили выяснить позицию администрации города Старицы и связались с главой этого муниципального образования Светланой Калиткиной. Прокомментировать ситуацию по телефону чиновница отказалась. Но, по ее словам, проблема затопления вызвана недорожным полотном. При этом она сослалась на заключение ГЖИ Тверской области, согласно которому при визуальном обследовании дома подтопления подвальных помещений выявлено не было. То есть на бумаге все гладко, а на практике вот так. Самое интересное, что работы по ремонту дороги, причем не только по адресу Первомайская, 16, выполняла некая фирма «Ресурс». И еще в прошлом году в ходе проверки прокуратура Старицкого района Тверской области установила, что подрядчик выполнил свои обязательства по контракту не полностью. В связи с выявленными нарушениями руководитель организации был признан виновным в совершении правонарушений, и ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако ошибки, допущенные при ремонте дороги, не только не были исправлены. Фирма взялась уже за новые объекты. Конечно, проект формирования комфортной городской среды приносит определенную пользу и дает возможность отремонтировать и привести в порядок те территории, на которые при других обстоятельствах денег бы в бюджетах нищих муниципалитетов не нашлось. Но порой работы выполняются, что называется, наотмахнись, и за фасадом реализации нет истинной заботы о людях.